Всем привет! Готовлю шапки к показу, к фото. В общем, это моя новая шапочка, это моя старая шапочка, по которой в этом году... Я выпустила мастер-класс в прошлом году, осенью, но в этом году он набрал даже больше оборотов, чем в прошлом. Вот с таким вот закрытием. Так, вот эти две. Готовлю я их к видео о моих головных уборах. Хочу собрать все и, не знаю, когда снять. Вот, это шапочка для подруги. Вот я ее очень быстро связала. И это моя шапка, которую она мерила, которая ей понравилась. Вот, но она больше, она без резиночки, просто лицевой гладью. Это из Nako Spaghetti. Тоже с подкладкой, тоже с помпоном. Вот, две практически одинаковые шапки, только эта поменьше размером. Ну, и с другой пряжи. Я обожаю эту шапочку. У нее такой классный цвет, какой-то кирпичный такой, ну, терракот, да, наверное, он называется. Но вот у нее на какой-то третий год эксплуатации появляются такие штучки, похожие на катышки. Вот, они не сформированные, но вот какой-то странный такой пушок некрасивый. Поэтому я сейчас чищу все своей специальной машинкой от катышек. Все замечательно получается. Вот, тоже подготовлю, буду носить в этом году. Она, во-первых, теплая сама по себе, во-вторых, за счет подкладки вообще непродуваемая. И кто бы сколько ни говорил всего, что самые теплые шерстяные шапки. Ну, знаете, я вот в морозы в Якутии носила вот эту шапочку в минус 40, ну, с капюшоном, конечно, сверху. И вот эту вот, ну, она синтетическая, по-моему, полностью. Или, может, там какая-то часть шерсти есть. А вот эту шапку я очень люблю. Это молодежная от пихорки. Это тоже, кстати, она же. Вот, хоть она и не натуральная, но она очень мягкая, теплая, приятная. И вот, как видим, второй год ей уже пошел, никаких катышков, ничего не видно, ничего нет. В общем, хорошая шапочка. И сыну я также вязала и племяннику из нее. Так что, в общем, акрил-акрилу рознь. А эта шапка уже из пряжи хорошей, дорогой. Моточек стоит, я подпишу, сколько. Это пряжа гетифра, тоже очень-очень нравится мне, как получилось. Но это уже полностью шерстяная шапка. Здесь у меня также подклад полностью, стопроцентная шерсть. Вот, скоро, наверное, я выпущу все-таки этот мастер-класс. Даже если их много на ютубе, ну, пусть и у меня тоже будет. Так, и по этой шапочке тоже я сделала мастер-класс. Тоже наверняка его выпущу. Вот этими занимаюсь. И сейчас буду приступать к отвязыванию образцов для своего нового проекта. И, кстати, хочу сказать большое спасибо всем, кто под прошлым видео оставил свои способы, как отпарить пряжу. Я маленький моточек у меня уже оставался. Я его отпарила в микроволновке в простой целлофановый мешочек, пакетик, сбрызнула его водой, положила туда маленький моточек. У меня оставался такой весь кривой, волнообразный. Положила и поставила на одну минуту ровно в микроволновку. И он замечательно отпарился. Не просто, не идеально ровный, конечно. Я не знаю, может быть, там надо было плотно смотать. У меня был не плотно смотан круассан. Ну, в общем, прилично было. Прилично выровнялся. Так что замечательный способ. Но вот вначале я не выравнивала. И да что ты делаешь? И здесь, как мы видим, петельки очень неплохо выровнялись сами при стирке. Ну, я так, не щадила. Очень хорошо стирала, в разные стороны тянула. Вот, я думаю, что еще после нескольких стирок вообще выровнится. Ну, а в принципе, это внутренняя сторона. И так неплохо. Всем большой привет! Меня зовут Юлия, и вы на моем вязальном канале. Очень рада, что вы здесь со мной. И я решила записать сегодня видео со своей посылкой. Она не такая большая, как предыдущая. Ну, то есть предыдущая была чуть-чуть побольше. Вот. Оно очень ценное для меня. Вообще, сейчас я вяжу только один процесс, который, к сожалению, вам показать не могу. Расскажу о нем только в декабре. И мне просто необходимо, как вязальному блогеру, прежде всего, да, ну и во-вторых, как человеку, которому нужны еще вязные изделия, мне просто было необходимо начать какие-то другие процессы. И сейчас я получила буквально только что на почте посылку от магазина Мир Вышивки. И я очень рада попробовать ту пряжу, которую они мне предложили, потому как эта пряжа итальянская, давно уже известна в Европе, более 20 лет они. Эта компания создает пряжу. Это пряжа Мидара называется, если я правильно произношу. Пряжа, которую я держу в руках, она вообще создается для ручного и машинного вязания в бобинах. Но вот теперь в Литве она перематывается в мотки и продается в России. И теперь мы в России также можем повязать из этой пряжи. Я получила вот такой вот моточек. Это Хапсалу Шавл Ярн, по-моему, да? Хапсалу Шавл Ярн. Это 100% Миренос вот такого замечательного ярко-розового цвета фуксии. Здесь номер цвета 732. В составе 100% Миренос. Метровка 100 грамм. 1400 метров. Это очень тоненькая ниточка. Тоненькая, да? И получив и достав ее из посылки, я потрогала и, вы знаете, немножко удивилась. Потому как Миренос, я привыкла, что это очень мягкая и приятная пряжа, которая приспособлена для вязания детям в том числе. Но эта пряжа, она такая вот, немножко даже не колючая, а шершавая. Но тут я вспомнила, что все-таки Мидара это бобинная пряжа. И, скорее всего, она в пропитке сейчас. На что я очень надеюсь. Я обязательно отвяжу образцы, постираю их разными способами. И тогда уже точно вам скажу, как она изменилась. Все покажу. Из этого моточка я предполагаю связать набор шапку и шарфик, наверное. Скорее всего, шарфик или снуд, еще подумаю, для дочери. Потому как ей нужно что-то прям супер мягкое. И вот как раз-таки, если это настоящий Миренос, я попробую, то она будет рада. Мягкости такого комплекта. Ну и также цвет, конечно же, меня подкупил. У моей дочери прям в последнее время активизировалась любовь к розовому опять. Поэтому я ей, конечно же, угождаю. И купила вот такие вот розовые ниточки. А еще второй моточек. Это вот такой моток, который называется Ангора 2. Цвет у нас тысяча один. Тысяча один называется. Здесь метраж такой. Так, что тут метра пошел? Да, на 100 грамм 750 метров. То есть она чуть-чуточку потолще. Вот такая вот пушистенькая пряжа. Тоже, знаете, я прям чувствую, что она в какой-то пропитке. Наверняка она смоется и очень распушится. Не зря она называется Ангора. Но в составе у нее 50% махер, 30% акрил и 20% молодой шерсти. Что бы это значило? Это шерсть, видимо, каких-то молоденьких овечек, ягнят, может быть. Так вот, из-за этого я еще пока не придумала, что свяжу. Метраж здесь замечательный. 100 грамм 750 метров. Ну, если в одну ниточку, ну, можно шарф длинный точно связать. Но, скорее всего, я буду в две нити вязать. В общем, надо будет еще подумать. Может быть, себе шапку свяжу серую такую. И варежки, может быть. Не знаю, нужны ли мне варежки. Я еще подумаю. В общем, эта пряжа пойдет на аксессуары. И, наконец-то, у меня появятся какие-то процессы, кроме того секретного, о котором я пока не могу говорить. Так что ждите. Скоро я вам все покажу. А еще посмотрите, какая красота в мире вышивки. Именно вот какие образцы наборов для вышивания. Вышивания классные в виде мышей. Вот, совушки мне очень понравились. Классные. Я, кстати, очень давно не вышивала крестиком. Наверное, с детства. Да нет, я еще потом вышивала образ трех ангелов. Это уже во взрослом возрасте. Вот, а так я уже очень давно не вышиваю. Надо будет что-то себе заказать такое. Но это уже летние такие для вышивки крестом. Вот они. Так, а это что было у нас? Для вышивания. Ой, какая милаха. Какие милахи. Посмотрите, котята. Так, вот они там вышивки крестом. Есть дизайнерская канва даже. Посмотрите, какая красота. Я, правда, не знаю, для чего она нужна такая. Ну вот, смотрите, можно с Новым Годом, да, или вот такой вот набор взять, вышить, вставить в рамочку и подарить кому-нибудь на Новый Год. Очень красивая вещь. Так, ну вот там, да, что тут еще у нас? Вот такие вот маленькие есть наборчики. 17 на 13 сантиметров. Смотрите, какие классные. Вот тоже новогодний. А, это магниты. Магниты милюна. Класс. А это что у нас такое? На пластиковой конве. Ух ты, даже такая есть вещь. То есть на пластике вышиваете, и все, и готовая игрушка уже, может быть, да, на елочку. Магниты милюна. Классно. Ну и всякие вот как раз-таки рамки. Красота. Я оставлю вам промокод под этим видео. Обязательно пользуйтесь, если соберете что-то заказывать, чтобы у вас была скидка. Всем большое спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»